Всем привет, друзья! Вы на канале FlashGames. Итак, друзья, я наконец-то возвращаю рубрику RTD. И правила, естественно, немного изменились. В прошлой части я открывал спешил паки, а в этой спешил паки достать не так-то и просто. Так что мы будем открывать Gold Elite паки. И вот этот вот Free Surprise пак мы тоже будем открывать. Как небольшой бонус в самом начале видеоролика. А пока, так как у нас нет ни одного игрока, мы будем открывать целых 17 Gold Elite паков. И посмотрим, что же нам там выпадет. И попытаемся как-то все это разместить в наш состав. Ну что ж, друзья, предлагаю начинать. Рубрика будет выходить максимум один раз в неделю. Иногда в две недели один раз. Так что, друзья, не забывайте про лайки и подписки. Ну а мы начинаем. Начинаем наше открытие. Так, первый Gold Elite пак. Надеемся, конечно, что нам будут выпадать интересные игроки. А вот, а, Маркиниус. Ну, неплохо. Для начала Маркиниус это неплохо. Играть мы будем два матча, как и... О, вот, хорошо. О, Pack of the Week, друзья, выполнил. Я даже не договорил там, что хотел сказать. Хотя я уже забыл вообще, что я хотел сказать. Но ничего страшного. Pack of the Week даже мы выполнили. Так, Юлиан Брандт. Там по Укбанам еще выпал. Я даже забыл на него посмотреть, так как выполнил еженедельное задание Донна Рума. Вратарь есть. Самое главное. Информ. Какой же это информ? Миньоле. Ну, это не очень хороший информ. Блин, лучше бы Романьоле в Центр Защиты. О, вот и икона, друзья. Отлично. С самого начала выпуска нам выпадает английская икона. Эстейли ЦП. ЦП кто? О, отлично. 89-й Пол Сколлс. Нормально. Это хорошо. Открываем седьмой набор по счету. Пока что идем неплохо. Это у нас вышка. Но этого чувака поставить в состав практически невозможно. А, информ. Дальше у нас информ. То же самое. Его невозможно в состав поставить. Родригес. Из мексиканской лиги. Мисутазил. А вот это неплохо. Идем дальше. Так, у нас опять информ. Это Тео Эрнандес. Блин. Почему ЛЗ? Лучше бы Центральный Защитник. Там у нас вратарь же есть. Из Милана. Это Ромелу Лукаку. Нормально. Идем дальше. Следующий набор. Здесь Пьянич. А вот его можно как-то с вышкой загибридить. Или как-то сказать. Залинковать. Да, залинковать. Карлос Казимиру. Неплохо. И остается у нас 4 последних набора. Здесь у нас... Так. Войцех Честный. Что игроки из серии А начали нормально выпадать. Здесь у нас ЛЧшная карточка. Тиаго. Но его в состав поставить будет очень сложно. Два набора осталось. Первый это Бензема. И последний набор. Кто же у нас здесь будет? Это Артур. И как бонус мы открываем Free Special Surprise Pack. Здесь у нас ЛПшник Карлос Эдуардо. Из всей этой кучки игроков мне удалось собрать вот такой вот. Если не смотреть на правый фланг. Интересный состав. Вратарь есть. Защита можно сказать есть. Тем более у Казимиру тоже девятка. Атака тоже можно сказать частично есть. Пол Сколлс на девятке у нас будет играть. А так. А вот так если сделать как у нас будет. Давайте вот так лучше сделаем. Вот такой вот состав у нас получился. Идемте играть в первый матч. И отмечу что показывать я вам буду пол матча. Когда и у меня и у соперника останется по 5 игроков. Так как некоторые геймеры. Они бывают слишком медлительные. Мы это знаем. Очень долго отвечают на ход и так далее. В общем давайте погнали. Итак друзья вот мой ход. Вот команда соперника. У него осталась исключительно защита. И можно вот так вот чисто его выиграть. Соперник попался легкий. И похоже очень много голда и ритпаков мы откроем после этого матча. Минимум наверное 8. Чисто на контроле попробуем сейчас выиграть. Соперника. Контроль. Артура используем. Который у нас на ЛПшнике находится. Дает замечательную сыгранность. И Казимиру и Бензема. Дальше у нас Вышка. Так ну 8 наборов я думаю будет точно. И Бензема и Вышка должны обыгрывать соперника в Стоунс. Ну да скорее всего таки будет. Бензема контроль. И Уилсон Эдуардо тоже контроль. И можно спокойно 9 уже брать. Элитпаков открывать. Так Лиорис. И все. Победа 9-2. Замечательно. Начинаем открывать 9 наборов. Пошел первый. Так. Первый набор у нас Аарон Рэмзи. Состав поставить его я не знаю даже как. Хотя там есть пьянич. Но убирать Казимир. Телес. Это хорошо. Алекс Телес. Он зайдет в нашу команду. И это да 100%. Третий набор Марко Вератти. Это нет. Мне он сейчас не нужен. Идем дальше. Опять Бензема. Опять Бензема. Так. Нам выпал второй Бензема. Можно его улучшить. Так. А давайте такую тему тоже придумаем. Типа можно улучшать и так далее. Если второй раз выпал. У него есть информ карточка с рейтингом 88. Опять Бензема. Что теперь делать? У него нету больше карточек. Вот это да. На Бензему фартит. Да. По-моему это был последний набор. А нет. Еще целых два набора нас ждет. Кто же на этот раз может Бензема? Нет. Гри Малдо. Но он нам не нужен. И последний набор. Это Марко Ройс. Который тоже нам не нужен. За девять наборов всего лишь два изменения в нашем составе. Это Алекс Телес на левом фланге защиты. И Карим Бензема. Улучшенная версия с рейтингом 88. Давайте найдем нашего второго соперника. Итак. У соперника и у меня по пять игроков. Начинаем его ломать. Так сказать. Контролем исключительно. Как и в прошлый раз. Ну матч мы выиграем. Думаю все четыре балла мы заберем. И откроем. Семь на этот раз элит паков. Защита Казимиро. Так. Хотя состав у соперника был не слабый. Но я его выиграю почему-то. Я не знаю. Давайте сейчас посмотрим его состав. Так. Вот там Мэнди. Дальше мы используем контроль улучшенного, усиленного, так скажем, Бензема. И контроль Артура. И легко победим в этом матче. Так. Что там у него? Берн Лену. Давайте посмотрим на его состав. Вроде такой неплохой. Две иконы еще. Все десятки. Но как-то я его выиграл. Семь паков. Нас ждут. Открываем первый. Что это у нас? Может кто-то интересный? Ван Дейк. Ничего себе. Верджил Ван Дейк. Это естественно да. И не знаю, как он наш состав зайдет. Опять Лукако. Лукако, кстати, у нас уже был. И его можно улучшить тоже. О, это что такое? Отлично. Коман нам выпадает. Новая карточка. Кингсли Коман. Его тоже можно как-то в состав поставить. Давайте это тоже будет. Да. Да. Опять честный. Его тоже можно улучшить. Давайте посмотрим, что можно сделать. Так как у него недавно вышел информ. Фабиньо. Тоже да. Остается два набора. Что же нам в них выпадет? Это Паул Лопес, да? Нет, Гарай. Ошибся я. Это естественно нет. Он нам вообще не нужен. И последний набор на сегодня. Это информ Кривцов. Тоже нет. А вот и наш состав в конце первого выпуска. Согласитесь, очень неплохо. Выпали нам очень интересные и высокорейтинговые игроки. Такие как Сколлз, Бензема, Ван Дейк и так далее. В общем, очень интересный первый выпуск у нас получился. И вот на такой вот ноте ролик подходит к концу. Можете поделиться в комментариях о своем мнении. Как вам возвращение этой рубрики. Нравится или нет. Не забывайте про лайки и подписки. Ну а с вами был я, Флэш Геймс. Всем всего доброго и удачи.